Привет! Это программа Спортмикс. Миллион спортивных советов о том, как укрепить здоровье, обрести хорошую форму и всегда находиться в чудесном настроении. Меня зовут Алиса Родионова. Давайте жить фитнесом вместе. Сегодня в программе подвесной тренинг «Разминка для ног». Делаем клее глубокое, носки в стороны, колени разворачиваем ровно на сколько вы в состоянии развернуть носки. На руках и задом наперед. Воркаут-комплекс для тех, кто настроен всерьез. У нас есть две перекладины и рукоход. Мы будем использовать их для перемещения с одной перекладины на другую. А также о том, являются ли межпозвоночные грыжи противопоказанием для занятий фитнесом. ТРХ-петли – отличный снаряд для фитнеса, позаимствованный у американских морских котиков. Подвесной тренинг позволяет проработать самые глубокие мышечные волокна, используя только собственный вес. Универсальные петли прекрасно подходят и для разминки. Я сегодня покажу вам связочку, которую вы можете выполнять перед тренировкой, например, ног для того, чтобы разогреть хорошо мышцы, или же в конце, для того, чтобы максимально проражать наши мышцы в конце тренировки. Итак, поехали. Итак, делаем веселую связочку. Приседание – диагональный выпад. Приседание – диагональный выпад. Работаем 3-4 подхода в течение минуты. Поехали. Второе упражнение – делаем плие глубокое, носки в стороны, колени разворачиваем ровно, насколько вы в состоянии развернуть носки. Работаем 3-4 подхода, интенсивно в течение минуты приседаем, в глубокой амплитуде, при этом до конца не упрямляемся. Третье упражнение – делаем прыжки в разножки, угол 90 градусов, соблюдаем в коленном составе, 3-4 подхода в течение минуты. И ваши ноги будут готовы к тренировке, а возможно и уже половина тренировки пройдет. Поехали. Итак, миллион спортивных советов для разминки перед тренировкой мышц ног. Используйте петли ТРХ, позволяющие работать исключительно с весом собственного тела. Предложенные упражнения не имеют противопоказаний и могут стать даже полноценной тренировкой мышц ног. Контролируйте технику выполнения, амплитуду и траекторию движений. Оптимальное количество подходов – не менее 3 по 60 секунд для каждого упражнения. Идея ходить на руках задом наперед кажется вам сумасшедшей, а мы считаем это эффективным способом прокачать мышцы плечевого пояса и пресса. Разрешаем спор на воркал площадке. Сегодня мы сделаем комплекс упражнений, которые нацелены на проработку плечевого пояса. Укрепят наши сухожилия, а также мышцы пресса. Обязательно включатся мышцы спины, то есть широчайшие, ромбовидные, трапециевидные. То есть все, все самые мелкие мышцы проработаются, потому что упражнения нестандартные. И я уверен, что после этой тренировки у вас будет болеть каждое мышечное волокно. Давайте посмотрим. Первое упражнение это у нас прохождение рукохода. Будем проходить его либо одну лесенку, либо лесенку туда и обратно. Упражнение будет выполняться следующим образом. Работаем на согнутой руке, то есть рука находится в блоке. Мы ее не выпрямляем, а постоянно держим согнутой. Тем самым укрепляя свои сухожилия, тренируя бицепсы, предплечье, а также отлично нагрузим свой пресс. Следующее упражнение это прохождение рукохода спиной вперед. На первый взгляд упражнение может показаться легким, потому что работает бицепс и обратным хватом всегда легче держаться. Но на самом деле, когда мы пойдем затылком вперед, то мы поймем, насколько тяжело соблюдать координацию. Особенно в первый раз, когда нет опыта и вы не чувствуете пространство. И третьим упражнением в нашем комплексе будут асимметричные подтягивания с движением в левую либо правую сторону. У нас есть две перекладины и рукоход. Мы будем использовать их для перемещения с одной перекладины на другую. Давайте посмотрим, как выполнять правильно это упражнение. Количество лесенок и рукоходов вы делаете по собственному желанию. Но я рекомендую сделать минимум пять. Если вы чувствуете силы, то делайте их, конечно, в разы больше. Делаем пять рукоходов стандартным хватом. Потом отдыхаем какое-то время. Делаем пять рукоходов обратным хватом. Опять же, даем себе отдых. И переходим к третьему упражнению. И делаем максимальное количество раз именно асимметричных подтягиваний с перемещением. Тоже пять подходов на максимальное количество раз. Когда вы делаете рукоходы, старайтесь отдыхать не более 30 секунд между основными подходами, потому что вы сведете эффективность упражнения на нет. Грыжи межпозвоночных дисков – диагноз, которым, увы, знакомы многие. Но это не повод перебираться на скамейку запасных. Физические нагрузки возможны и даже необходимы. Главное – грамотно их подобрать. Когда мы говорим о грыжах в межпозвоночных дисках, здесь надо отталкиваться от клинической ситуации. Дело в том, что если изучать статистику, то огромное количество людей после 35 лет, по данным исследований, имеет грыжи межпозвоночных дисков. Но только примерно у 10-15% из них появляются какие-либо симптомы. То есть у них есть боль в спине, либо боль, которая отдает в ягодицу, какие-то другие неврологические симптоматики. Ну, то есть жалобы и в связи с чем они провели исследование. У большого количества людей грыжа межпозвоночного диска является бессимптомной находкой. Ну и, соответственно, ограничивать людей в спорте, у которых это является бессимптомной находкой, это не есть хорошо. Ну, а если речь идет о симптомной грыже, которая проявляется какими-то либо неврологическими симптомами, прежде всего надо решить проблему данного пациента, чтобы он мог тренироваться не через боль. Каким уже путем? Это будет консервативное, то есть лекарственное лечение, либо оперативное лечение. Это уже дело конкретного случая. То есть сначала решается проблема, и только потом вы приступаете в объеме нагрузки, тренируетесь не через боль. Но сказать о том, что этим людям физическая нагрузка противопоказана, это неправильно. Безусловно, объем нагрузки и форму определяет тренер. Врач определяет противопоказания. То есть врач выставил, что противопоказано абсолютно и относительно, тренер определяет объем, интенсивность, продолжительность и так далее. Потому что врач не обладает той уровнем подготовленности, чтобы определить тренировочную программу, ее объем. Более того, он не обладает специфическими знаниями о видах спорта. Поэтому требовать от него какой-то более точной интенсивности – это неверно. Как правило, люди, иногда даже есть какая-то у них обида, когда врач им то или другое запретил. На самом деле врачи не подготовлены для того, чтобы определять интенсивность и объем нагрузок, а также определять вид спорта. Они могут только выставить противопоказания к определенному виду деятельности. И это человек, пришедший за помощью доктора и, соответственно, тренироваться к тренеру, должен прекрасно понимать. Начинайте с малого и достигните главного – отличной формы и чудесного настроения. Миллион спортивных советов. Проверьте каждый и воспользуйтесь лучшими. Увидимся совсем скоро. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok